Девушки отдыхают Mass Effect Это самое важное, что произошло с ролевыми играми за последнее время Sub-Lustrum Игра не для всех Но в своей нише одна из лучших Всем привет! В эфире снова ФАК и я Влад Лехов ФАК это компас в мире компьютерных игр Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии И услышите ответы на вопросы по прохождению Итак, ближе к делу Идея игры, о которой мы сейчас расскажем Восходит своими корнями к 2000 году Когда на экранах наших мониторов появилась незабвенная эластомания В Trials 2 Second Edition нам также предлагается преодолевать сумасшедшие препятствия На не менее сумасшедшем Триалбайке Но теперь все происходит в антураже трехмерных локаций Смотрим! История, получившая освещение в Trials 2 Second Edition Началась еще на 8-битной дэнде В проекте финской студии Red Links почти все то же самое Но на порядок красочнее и интереснее Появилась пусть местами абсурдная, но все же физика Пластик и движение мотоциклиста заставляет порой задуматься о его пластилиновом детстве Но выглядит очень гармонично Онлайн-статистика и возможность посоревноваться с лучшими геймерами планеты Довершают картину Но обо всем по порядку Системные требования игры таковы Процессор на частоте 1,5 ГГц 512 МБ оперативной памяти 256 МБ видеопамяти А также 150 МБ на жестком диске Trials 2 Second Edition Не дает поблажек игроку даже на тренировочных уровнях Вас вкратце вводят в курс особенностей управления И тут же кидают в бой На начальных уровнях прохождение дается сравнительно легко И играется вполне себе беззаботно А вот где-то в середине медиум-класса Начинаются серьезные проблемы Количество неудачных попыток начинает исчисляться десятками А затем и сотнями А вот запас нервов наоборот стремительно уменьшается Когда же вы продираетесь в категорию Hard То сталкиваетесь с тем, что даже не можете представить Как проходить ту или иную трассу Пусть даже и в теории Но тем не менее игра затягивает как омут Наша оценка геймплея 5 баллов Графическая часть Trials 2 очень неоднозначна С одной стороны выглядит все в какой-то степени примитивно А с другой картинка пестрит мелкими деталями Из которых и складывается самобытность игры Одна сцена гибели мотоциклиста достойна высших похвал Такая качественная смесь черного юмора и цинизма Встречается далеко не в каждой игре Наша оценка графического оформления 5 баллов Со звуком у Trials 2 также полный порядок Рев мотора и истеричные крики погибающего мотоциклиста В гробовой тишине мрачных помещений выглядят как литые Наша оценка звука 5 баллов Если вы были без ума от эластомания Если у вас все в порядке с чувством юмора Если вы не сног и не ханжа И у вас есть пара-тройка свободных часов вечером То Trials 2 Second Edition отличное средство для релакса Но будьте осторожны Если ей увлечься То неудачи на пути становления Trials Master Могут серьезно пошатнуть ваше нервное спокойствие Наша общая оценка Trials 2 Second Edition 5 баллов В Trials 2 можно поистине играть бесконечно Количество уровней на первый взгляд не поражает Но секрет игры в том Что вы можете проходить их огромным количеством способов Тут каждый решает сам для себя Что важнее Скорость или же частота прохождения трассы Наиболее сложные этапы Trials 2 Second Edition Мы разберем прямо сейчас Отвечая на ваши вопросы по игре Первый вопрос А как мне проехать по мертвой петле? Я все время ударяюсь головой на выходе из нее Отвечаем Секрет успеха прост Во-первых, вам нужно въехать на петлю под определенным углом Так, чтобы колеса не отрывались от покрытия Затем половину пути сохраняйте максимальную скорость А почти перед выходом из петли Одновременно притормаживайте и наклоняйте корпус мотоциклиста назад Чтобы он не перелетел через руль Главное верно рассчитать момент Когда нужно тормозить и не переборщить Следующий вопрос На уровне с длинными прыжками Я не могу пройти двойные наклоны платформы Висящие высоко в воздухе Я либо падаю между ними Либо ударяюсь в стенку напротив Как мне быть? Отвечаем Здесь важен момент старта Почти моментально вы должны выставить мотоцикл на заднее колесо Чтобы в момент перепрыгивания с платформы на платформу Угол его наклона был близок к углу наклона поверхности Особые виртуозы Также могут попытаться пропрыгнуть эти платформы на заднем колесе Следующий вопрос А как набрать максимальную скорость Перед длинной горкой прямо рядом с чекпоинтом? Отвечаем Вам нужно слегка откатиться назад и разогнаться Чтобы это сделать Заберитесь на горку до середины И скатитесь вниз регулируя наклон мотоциклиста А затем резко с места стартуете Самый критичный момент Точка заезда на горку Там мотоцикл максимально нестабилен Мегалиты Доисторические каменные сооружения По поводу предназначения которых до сих пор нет однозначной теории Но достоверно известно Что если к такому строению подать электрический ток Оно начинает издавать инфразвук Способный внушить панику, ужас, депрессию И черт знает что еще Зачем я вам все это рассказываю? А затем, что новая игра Сублюстром предлагает всем желающим Испытать на себе этот уникальный эффект Открытый человечеством за три века до нашей эры По форме Сублюстром Классический квест с элементами мистики Обзор на 360 градусов Странные механизмы Художественный минимализм Переплетение ржавых труб И мегабайты текста Который вам предстоит внимательно изучать на протяжении игры Место действия СССР 20-е годы прошлого века Главный герой оказывается в квартире своего брата Пропавшего ученого Который в последнее время занимался изучением инфразвука И его возможностей Брата в квартире не обнаруживается Зато там находится пристранное устройство Известного назначения С этого момента Начинается наше путешествие Сначала во времени А затем и в пространстве Кроме скрупулезного саунд-дизайна Сублюстром также претендует на некоторые новаторства в плане графики Игра условно разбита на несколько логических частей И каждая обставлена по-своему Какие-то эпизоды выглядят как проекция черной-белой пленки Немало кино А какие-то напоминают выцветшие довоенные фотографии Окружающая игрока пространство как будто разваливается на части Проваливается в абсолютную абстракцию Привычная квартира, коридоры и подвалы постепенно сменяются трехмерными пространственными парадоксами Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной И 128 МБ видеопамяти На жестком диске сублюстром займет 1,5 ГБ Геймплей требует к себе особого отношения Во-первых, большая часть полезной информации здесь представлена в текстовой форме Так что зачастую игровой процесс вовсе напоминает чтение книги Во-вторых, квест потребует от вас полной и безответной заинтересованности Играть с сублюстром нужно очень и очень внимательно Подобные требования, понятное дело, придутся по вкусу далеко не всем Четверка за геймплей Игра выглядит очень оригинально и стильно Каждая локация неповторима и выполнена с максимальной отдачей Кроме того, местные локации потрясающе точно Передают должное настроение и атмосферу 5 баллов за внешний вид Звук – главная составляющая всего игрового процесса Бергий Белоглазов – идейный вдохновитель проекта По совместительству еще и музыкант, занимающийся изучением феномена мегалитов Так что неповторимый саундтрек – это его заслуга 5 баллов за звук Если ты слушаешь этот цилиндр, значит меня уже нет в этом мире Пока мне удалось побывать там всего несколько раз На весьма непродолжительное время Часто возвращение было мучительным И я зарекался погружать в себя снова Однако невозможно противостоять интересу исследователя первопроходца И что более важно, мне кажется, я стал заложником этой машины Сублюструм – игра не для всех Но в своей нише одна из лучших Прохождение этого квеста сравнимо с чтением хорошей книги Которая меняет ваше настроение и взгляды на окружающий мир Пятерку получает сегодня мистическая адвенчура Сублюструм То, что в нашей стране, а точнее в Санкт-Петербурге создаются такие игры, как Сублюструм Безусловно, прекрасно В то время как качественный разрыв между нашими и западными шутерами, гонками, стратегиями драматически увеличивается Игры от маленьких независимых студий кажутся логичным выходом из сложившейся ситуации А сейчас наши ответы на ваши вопросы по игре Сублюструм Вопрос Каким образом нужно повернуть вентили системы охлаждения? Отвечаем Внимательно изучите записки брата главного героя Из них станет ясно, что сначала все вентили нужно повернуть в позицию 5-2-2-2 Затем в ящике в подвале найдете продолжение дневника, где сказано, что последний вентиль нужно приоткрыть, а второй закрыть Еще одна записка у входа в подвал укажет на то, что второй вентиль нужно перекрыть в пользу первого В итоге схема переключения окажется следующей 6-0-2-3 Вопрос Я нашел ингалятор, но непонятно, как получить экстракт Отвечаем Для начала нужно найти ножницы в подвале, отрезать ими кусочек трубки и применить его на пробирке Затем сорвите лист, его следует перемолоть и засыпать в ингалятор Далее смешиваем 5 частей спирта и 3 части эфира Ингалятор с экстрактом Альбертии готов Вопрос Я залез в капсулу, что делать дальше? Отвечаем Вставьте ингалятор в маску Затем откройте красный вентиль На циферблате наберите цифры 2-5-7-5-4 Теперь можно смело дергать рубильник и отправляться в потусторонний мир вслед за пропавшим братом Смотрите далее Mass Effect Это самое важное, что произошло с ролевыми играми за последнее время Lost Planet Extreme Condition Colonies Edition Это не революционный прорыв серии, а всего лишь расширенная и дополненная версия оригинальной Lost Planet Смотрите далее Mass Effect Это самое важное, что произошло с ролевыми играми за последнее время Lost Planet Extreme Condition Colonies Edition Это не революционный прорыв серии, а всего лишь расширенная и дополненная версия оригинальной Lost Planet Пока ты покоряешь просторы игрового пространства На сайте urbania.su продолжаются нешуточные батлы среди райтеров всей страны За право забомбить стену московского скейт-парка Свои скетчи уже выложили самые активные мастера граффити Присоединяйся и ты Пользовательское голосование определит лучшую работу, автор которой отправится в Москву И не только лично забомбит стену в скейт-парке Но и получит признание всего продвинутого urban-сообщества А теперь вернемся к играм Легендарные кудесники ролевого жанра из канадской студии BioWare Уверяют, что их новый проект Mass Effect Это самое нелинейное РПГ, которое они когда-либо разрабатывали Наш герой, свободный исследователь космоса, командор Шепард Ему предлагают вступить в тайную межгалактическую ФБР и пройти испытания На этом пути у героя постоянно встает выбор Казнить или миловать, думать о богатстве и славе или о всемирной справедливости И естественно, постоянно приходится делать моральный выбор Помня о том, что каждое действие тут же сказывается на отношении к нему членов отряда Разработчики студии BioWare Автор таких игр, как Star Wars, Knights of the Old Republic Диалогии Baldur's Gate и Jade Empire Действие игры происходит в 23 веке Исследование возможностей загадочной темной энергии Приводит ученых к открытию явления Mass Effect Которая позволяет совершать рискованные путешествия На межзвездных кораблях в подпространстве А кроме того, мгновенно прыгать в любую точку галактики Игрок волен во всем Можно настроить на свой вкус внешность персонажа Выбрать один из шести классов Они разбиты по таким направлениям, как ведение боев, техника и биотика Говорить со всеми подряд, выбирая при этом собственную линию и стиль беседы Mass Effect Это именно Knight of the Old Republic нового поколения Не только по графике, но и по проработке Игра поступила в продажу 27 мая 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти И 512 МБ видео А также 12 ГБ на жестком диске Если описать боевую составляющую игры То коротко, это командный экшен от третьего лица с пси-способностями А в диалоговой системе BioWare пошли на серьезные изменения Во-первых, она теперь не предполагает чтение ответной строки диалога Игрок только выбирает настроение ответа Во-вторых, теперь можно перевивать персонажей Другой невероятный шаг вперед со стороны BioWare Это то, как выглядят диалоги Дело не в графике, а именно в постановке Перед нами настоящее кино с яркими актерами Не стесняющимися выражать эмоции И постоянной сменой планов камеры Также в игре представлено достаточно много звездных систем По которым можно перемещаться с помощью глобальной карты В этих системах вы будете выполнять различные миссии В общем, геймплей отменный Говорить о нем не нужно, нужно попробовать самим Наша оценка 5 баллов Внешняя игра выглядит очень достойно Мы уже говорили про работу камеры во время диалогов Также стоит отметить очень качественную анимацию персонажей И даже их мимику Вы и так все сами видите Работа проделана колоссальная Наша оценка внешних данных также 5 баллов Озвучка игры очень хорошая Озвучено огромное количество диалогов и просто информационного текста И все это также сделано профессионально Будем надеяться, что когда наконец российский релиз с русской озвучкой появится в продаже Мы также сможем порадоваться качественному дубляжу А пока что будем наслаждаться голосами иностранных актеров Спецэффектами и музыкальным сопровождением 5 баллов за звук Эта игра погружает игрока в проработанную вселенную Окружает его почти живыми персонажами и заставляет играть чувствами Общая оценка игры однозначно 5 баллов Mass Effect Самое важное, что произошло с рулевыми играми за последнее время В ней стало впервые интересно вести диалоги Это игра, где случайно оброненное слово может привести к самым неожиданным последствиям Это огромный мир, где эстетически безупречный скайфай Это сложная, в положительном смысле комплексная игра Не пропустите ее ни в коем случае И обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы по прохождению Первый вопрос Подскажите, как просканировать кипера около Эвени? Она постоянно говорит, чтобы я не беспокоил киперов Отвечаем Для выполнения квеста этого кипера сканировать не нужно Следующий вопрос Почему у меня нет русской озвучки диалогов, только субтитры на русском языке? Отвечаем Потому что российские локализаторы не успели подготовить дубляж Полностью озвученная на русском языке версия появится осенью По крайней мере, будем надеяться Эта версия будет называться «Золотое издание» Следующий вопрос Почему в игре нет нормальных прицелов? И еще я выбрал класс «Инфильтрейтер» А снайперские ружья недоступны Отвечаем Нормальные прицелы появятся после прокачки оружия Впрочем, прокачка даст много других преимуществ Снайперские винтовки будут доступны также после прокачки соответствующего навыка Следующий вопрос Не могу нейтрализовать колонистов на Ферросе Их 16, а гранат у меня всего 6 Одна граната нейтрализует только одного колониста Что мне делать? Отвечаем Во-первых, миссия будет успешной, если хотя бы один колонист останется в живых Во-вторых, у нас не было никаких проблем с гранатами Они действовали на нескольких колонистов сразу Появившись летом 2007 года проект студии Capcom Lost Planet Extreme Condition Произвел настоящий фурор в игровой индустрии Чуть ли не первая игра с полноценной поддержкой DirectX 10 версии И заточенная под широкоформатные мониторы Lost Planet изначально был задуман как высокобюджетное шоу И надо признаться, идея удалась на славу Видимо, чтобы продлить это буйство технологий Ребята выпустили аддон И 27 мая этого года свет увидела Colonies Edition Стендалон-дополнение, о котором мы сейчас поведаем миру Десятки лет назад люди уже пытались освоить EDM-3 Но столкнулись с сопротивлением акридов, насекомоподобной фауны, которая населяет планету Акриды в своем развитии находятся на уровне инстектоидов Но их размеры бывают настолько велики, что даже техника порой не помогает В конечном счете первая попытка колонизовать EDM-3 провалилась И большая часть поселенцев покинула негостеприимный мир Но оказалось, что акриды несут с собой не только смерть, но и жизни В их телах содержится термальная энергия, которая дала людям второй шанс Теперь человечество вынуждено сражаться не только за свое существование, но и за T-Energy Без особого, впрочем, успеха Полученной энергии хватает для небольших колоний, но не решает проблему в целом Системные требования игры таковы Процессор на частоте 3 ГГц 2 ГБ оперативной памяти 512 ГБ видеопамяти И 8 ГБ на Минчестере Lost Planet Extreme Condition Colonies Edition Дополненная и улучшенная версия нетривиального шутера от Capcom Главная новость Colonies Edition поддерживает кроссплатформные схватки Позволяющие помериться силами владельцам приставок и персональных компьютеров Кроме того, в игре появились 6 новых мультиплеерных режимов В том числе Аквит Хантер В нем, наконец, можно поиграть за акридов Еще добавлены 4 свежие карты и 4 же новых играбельных персонажа В сумме их теперь 11 Наконец, в одиночной кампании тоже нашлось место для двух уникальных режимов Score Attack и Trial Battle Одним словом, играть стало веселее, играть стало интереснее Наша оценка геймплея 5 баллов Графически, Colonies Edition, как и положено дополнению Пусть и стенд Элон остался на уровне оригинала Впрочем, за прошедший год График удовлетворяет самым высоким стандартам И откровенно радует глаз Порой наш герой умирает только лишь из-за того, что мы засматриваемся на великолепно прорисованных гигантских акридов Или на триумфальное шествие Витал Сьюта по игровой карте Наша оценка графического оформления 5 баллов Звук в Lost Planet, как и положено высокобюджетному блокбастеру, выше всяческих похвал Сочные взрывы, рев акридов и энергичный саундтрек присутствуют в обязательном порядке Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов Colonies Edition, конечно, не эволюционный прорыв серии А всего лишь расширенная и дополненная версия оригинальной Lost Planet Но порой изменения, особенно в части мультиплеера, настолько существенны, что позволяют оценивать эту игру как отдельный проект Наша общая оценка Lost Planet Extreme Condition Colonies Edition 5 баллов Главная изюминка Colonies Edition, конечно же, мультиплеер в шкуре акрида Но и остальные игровые режимы навряд ли оставят равнодушными тех, кто прошел Lost Planet вдоль и поперек Первый вопрос Помогите, я никак не могу убить гигантского червяка, который вылезает прямо из-под земли в снежной пустыне Отвечаем, его не обязательно убивать Да и попросту невозможно Нет, конечно, если вы будете прицельно стрелять по его болевым точкам, то минут через 30, если повезет, его разорвет на куски Но тут же из-под земли появится его собрат Так что, избегая его смертельных рывков, бегите на северо-запад к Ангару Там он не сможет вас достать Как только вы доберетесь до Ангара, вас ожидает первое столкновение с Витл Сьютами, корпорации Невык Следующий вопрос Как мне справиться с зеленым глазом и отомстить за отца? Отвечаем Это один из самых сложных боссов в игре Сначала вам нужно поразить все его болевые точки на боках Они светятся зеленым Это удобнее всего делать с боковых платформ в тот момент, когда он проходит мимо Затем станет доступна для поражения его голова Но будьте осторожны при стрельбе лицом к лицу Зеленый глаз обладает возможностью моментально замораживать пространство по ходу своего движения вперед Следующий вопрос Помогите убить главного босса Я стреляю в него непрерывно, но он все не умирает Отвечаем Одной стрельбой в финальном уровне не обойтись Больше всего повреждений враг получает в рукопашной схватке Так что старайтесь как можно чаще поражать его своим энергомечом Вражина будет от вас постоянно улетать Но вы должны стараться сохранять максимально близкую к нему дистанцию Рады были помочь вам в прохождении последних игровых новинок Меня зовут Влад Лехов, это был Фак До свидания Совсем скоро мы снова увидимся А до этого заходите в форум на сайте муздефиств.ру Меня можно найти и там Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.muzdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма До скорого!